Пусть, как добрый Бог, и благословение Его Слова. С самого утра у меня была какая-то непонятная тяжесть на моем сердце, на моей душе о этом Слове, которое я буду говорить вам сейчас. Я искренне просил Господи, чтобы вы поняли, что я буду говорить через мое Слово. Проповедь — это то, что ты не выбираешь, а ты призван это делать. Это не профессия, которую ты выбираешь. Ты не получаешь подсказку от кого-то, что ты хорошо умеешь говорить, и будешь проповедником. Или у тебя много стремления по людям, и, может, тебе надо просто проповедить. Это не так, как это происходит. Это призвание от Бога. Бог посылает Слово в твои слова, и Он говорит через твой язык, и ты обязан передать. И я стою сегодня здесь, призванный от Господа, для того, чтобы передать Его Слово вам. Это нелегко для меня, но я хочу начать с просто сказать некоторым из вас. Некоторые из вас, которые ходят в церковь, но вы никогда не встретились с Иисусом. Я уже начал свою проповедь, поэтому я прошу Его сейчас, чтобы Он возбудил вас и поставил, и показал, где вы находитесь, чтобы ваши уши могли открылись, и слушайте внимательно. Я убежден, что это проповедь для этого времени. Поэтому, ты кто? Ты ходишь в церковь, но ты никогда не имел личного встречи с Иисусом Христом. Тебе надо разобраться с Господом. Так я начинаю сегодняшнюю проповедь, от всего своего сердца. Это Слово для вас. Когда ты подумаешь, что ты будешь серьезным о Боге? Когда ты думаешь, вместо того, просто ходить в церковь, и сталкиваешься с другими, такими же людьми, кто на самом деле, ты встанешь перед крестом на свои колени и покаяешься в своих грехах. Когда ты перестанешь играть в церковь или в жизни, приходит время, когда тебе надо перестать притворяться, потому что ты спасен через кровь Иисуса, и ты не попадешь на небо, потому что ты просто ходишь в церковь. Есть масса людей в церкви, которые знают о Христе, но никогда они не знали Его лично. Но короткое время осталось. И я серьезно о том, что я говорю сейчас. Ты не можешь быть в толпе и попасть в небо. Туда попадаешь только индивидуально. Поэтому я прошу вас снова. Я смотрю прямо на тебя сейчас. Когда ты думаешь, что ты перестанешь притворяться, и на самом деле станешь Детем Божьим. Время заканчивается. Ты должен покаяться. Я хочу, чтобы все слышали меня сегодня. Покаяние необходимо. И когда Павел проповедовал, он говорил, Бог иногда допускал и ожидал. Но пришло время, когда карты должны покаяться, потому что Бог поставил день, когда Он будет осуждать этот мир по праведности. И этот человек является Иисусом, и Он дал нам, что, когда Он был воскресен Богом, когда Иисус был воскресен из гроба, ты не можешь получить спасение через всякие преображения. Это должно быть из-за преображения в твоем сердце. Твой разум должен был измениться. Ты должен все видеть другому. Ты не можешь экспериментировать с религией или Богом. Оно должно быть личное изменение в жизни или встреча с Великим. Ты должен верить Иисусу Христу, и ты должен покаяться в вещах, которые ты сделал в жизни. Тебе надо совершенно увидеть, совершенно другим путем. И тогда твоя жизнь станет принадлежать Иисусу. Я не знаю, что многие люди это понимают, преображение. Наша жизнь — это Христос. Мы просто включаем Его в жизнь. Все, что в нашей жизни делается, и все это двигается в сторону. Но Иисус становится моей жизнью. Есть причина для этого. Я верю, что мы в конце, в конце концов этого земли. Я думаю, что ты смотришь о последние времена. В моем сердце я убежден, что вещи, которые... Все, что происходит вокруг себя, они приводят к скорому пришествию Христа. И я понимаю, что не все вы, проповедники, не верите в воскресенье в церкви. Я не знаю, почему, потому что Павел конкретно об этом говорит. И я знаю, что некоторые из вас были недовольны проповедниками, которые проповедуют воскресенье церкви и воскресенье святых, потому что вас не учили этому. Вы на самом деле не видите, или не понимаете, и оно вас не возбуждает, как бы. Но я верю, и Павел учит этому. Я верю, одни из тех миссионерских понятий, которые он открыл Павелу, что придет один день, в который Господь Сам придет с неба и призовет через голос ангела и трубы, и все мертвые воскреснут, и мы, кто остались еще живы, мы будем вознесены наверх. Я должен встретиться с Иисусом на облаках. Это не то, что Иисус придет к Господу, а эта церковь будет встречаться с Ним на облаках. И будем вечно с Ним. Я верю в это. Вот почему важность этого момента настолько, потому что мы не знаем, как это произойдет. Мы должны жить так, как будто это может произойти в любой момент. Я не знаю, какую картину нарисовать для вас, и были нарисованы вам. И как Иисус говорит вам, но если вы читаете Писание, я убежден еще во что-то, но многие христиане этой страны, они ходят в церковь, как моральные люди, но они не читают Писание, и они не знают, что Писание учит, и они надеются на кого-то, кто бы учил их в этой книге. Но и придет момент, когда Бог, и благодать, и милость прекратится и превратится в гнев. И если ты пропустил любой момент стать правильным в ситуацию, перед Богом, покаяться, то в тот день, когда придет, ты увидишь гнев Божий, и наказание Божие, такое, которое человечество еще не видел. Вот как Павел говорит во втором филе Цельникейцам в второй главе, и он говорит о людях, которые говорят, в тот день вы получите что, когда Иисус придет со своими ангелами, то вы увидите, в пламенеющем огне, совершающего отмчение, не познавшим Бога и не покорящимся благословения Господу нашему Иисусу Христа. Это 2 Филе Цельникейцам 1.8. То есть, не будьте обмануты, не все пойдут на небо, нет общего спасения, дорога на небо узкая, а дорога в ад широкая, многие идут этим путем. Ни один момент, не будьте обмануты, думая, что будет какое-нибудь прощение, и все пойдут на небо и будут сидеть на небесах. Это не произойдет. Это совершенный обман. Ты должен быть рожден свыше сейчас. Ты должен отказаться от греха сейчас. Иисус придет за тем, которые ожидают Его, которые приготовили свои сердца, которые поклоняются Слову и поступают по христианским понятиям. Тогда Бог обратит свой гнев на весь оставшийся мир. И Павел говорит, что Он придет с огнем поедающим для того, чтобы намстить за тех, кто не поклонился учению христианскому. «Услышьте Меня». Иисус придет. Ты должен послушаться Писанию. Ты должен принять, верить Господу Иисусу Христа. Есть небо, и я пойду туда, потому что я верю в Него. И церковь тоже туда идет, потому что она верит во Иисуса Христа. И не будьте обмануты, что есть и ад, и он такой же реальный, как небо. И есть место, называемое Вечное, Огонь Вечный. И они будут скинуты, потому что они не послушали свидетельство Иисуса Христа. Оно приготовлено для дьявола и его ангелов. И для тех, кто не послушается Писанию и верит в Иисуса Христа. Мне жалко это говорить, мне трудно это говорить, но я должен это сказать. Вот ты закончишь. Ты все равно останешься где-то для вечи. Ты не просто умрешь и пойдешь непонятно куда. У тебя есть короткое время на этом небе. Но если ты идешь на небо, и во что ты веришь сейчас, на этой земле, в это время, которое тебе отпущено, это определит, где ты будешь проводить вечность. Если ты веришь в Иисуса и просишь Его твоим быть спасителем, ты можешь надеяться на Него, и ты проведешь вечность в своем присутствии. А если ты не веришь, ты также должен быть уверен, что ты будешь брошен в это озеро огнено, и ты не сгоришь, а ты будешь сгорать там вовеки. Некоторые спрашивают, для чего, на каком основании? Почему ты такой проповедь ищешь, когда мы в такое трудное время находимся? Потому что это трудность, которую мы проходим, это знак от Бога, это как бы звонок для того, чтобы мы пробудились, подготовьтесь, потому что Иисус Христос живой. Это не то время, когда мы должны сожалевать о себе или быть злыми, наполнены гневом, а это пришло время, когда проверить свое сердце мы должны, и жить в послушании перед Богом, и в покаянии, и каждый день жить для Него, потому что Иисус придет скоро. И это мое призвание к вам сегодня. И я говорю тем, которые не знают, если ты не можешь сказать, я спасен, и я знаю его, потому что я знаю, я знаю, что мои грехи прощены, то я проповедовал тебе, если ты не такой, то я тебе проповедовал, если ты не знаешь его. Он сделал настолько просто это спасение. Только скажи Ему, что ты грешник. Скажи, что сожалеваешься в грехах. Ты хочешь сказать новую жизнь, и я хочу отказаться от новой жизни. Поверь, что Он умер за тебя, и попроси Его прийти в твое сердце. Пусть Дух Святой войдет сейчас к вам. Это моя евангельская часть моего проповеди. А теперь я пойду в пастырской, потому что я боюсь, что в последние несколько месяцев некоторые из людей, которые в нашу церковь входят, они свалились от ваших убеждений во Христе. Вы попали в истерию этого мира. И вместо того, чтобы искать Иисуса Христа, Его лица, вы слышали этот мир, и неправильные репорты, вы слушаете неправильные, и всякие ложь, и вы позволяете, это наполнено ваше сердце, и наполнено какой-то огонь, который не от Бога. Есть разных духей в этом мире. Есть злые духи, и хорошие, и в некоторых славах вдруг есть дух лжи, Писание это говорит. Есть дух слабости, который находит людей, и они заболевают. всякие разные духи. Но есть также еще дух подавления такого, тяжести. Я читал в Исаии, Он сказал, Бог говорил Израилю, придет день, то я заменю вам то есть вместо того, что вы будете прославлять я вам духа тяжести или трудности. Вот сейчас этот дух трудности, он не тяжелый, пока он не ложится на вас. Ты ничего не чувствуешь, ты не знаешь, как он тяжелый до тех пор, пока этот дух не сойдет на вас. И я боюсь в моем сердце, что некоторые из вас позволили сатане или этому миру наполнить вас. и этот дух тяжелого состояния, того тяжелого духа как бы приземлил вас. Вы уже не можете смеяться, вы не можете радоваться, вы стоите вечно недовольны, и все вас раздражает. Вы наполнили, вы чувствуете, как будто вас кто-то душит. Мы все, как бы, нам трудно в это время, но некоторые из вас поняли, что будет только один путь как быть из этого. И только этот путь, как освободиться от этого духа тяжести, это прославлять Господа и славить Бога. И вы должны надеть одежду прославления каждое утро. И когда вы встаете каждое утро, вы должны прославлять Бога. И когда вы встаете, если вы не будете прославлять этот дух тяжести, его опять нападать на вас. И мы так, но легко попасться в это. Иисус учил нас через... Он проповедовал притчу о семенах. Помните? Одно упало, и птицы налетели и забрали. Другие попали в тернии, семя. И некоторые семена упали на тяжелые земли, на камни. И написано, когда семя упало среди вот этих терней, оно как бы задавило. И Он объяснял позже, что вот эти тернии — это переживания нашей жизни. Он не сказал благословение или желание каких-то вещей, но Он сказал также о переживаниях этой жизни. Этот мир... Помоги мне, Господь, в это утро. Этот мир не является домом для верующих. Этот мир... У него есть переживания, его трудности и эта тяжесть. И этот мир хочет напасть на вас и упасть на твои плечи и приземлить тебя, дитя Божье. Павел говорил, как дитя Божье, как воин Христа, ты не можешь быть связан о делах этого мира. Я пастор. У меня сердце, которое никто не имеет здесь. Бог дал мне внутренность, которую Он не дал всем, кто находится в этой церкви. Я пастырь для паства. Я духовный лидер этого дома. И я говорю вам, что в моих молитвах я чувствую, что эта проповедь должна быть пропована сейчас, что часть из нашей паства наслаждается этой музыкой утром. И некоторые воскресенья... Когда вы приходили в воскресенье, и вы любите всех, и вы общаетесь, но прямо сейчас вы стали связаны делами этой жизни. И опять, потому что Иисус говорил о переживаниях этой жизни. И Павел говорит, будь... Он всегда предупреждал, не связывай тебя с этим миром. Я дитя Божье, я буду говорить до тех пор, пока я не умру. Я буду повторять себя снова и снова. Этот мир не мой дом. Это не мое вечное пребывание. Я просто пилигрим здесь. Я путешественник. Но когда я вижу все, что происходит, и все, что происходит в этом мире сейчас, я могу сделать решение. Я могу сожалевать о людях, и быстрее буду делать все, чтобы помочь им. Или я могу в это же состояние этого мира, что меня расстроит, сделает меня злым, или я буду еще на кого-то нападать, потому что я буду злой, и у меня не будет радости, и не будет плодов духа. Я не буду правильно ходить, и у меня не будет мира в моей жизни. И я потерял свою чувствительность, свое дружество. И когда это происходит, мой брат, то дух тяжести нападает на тебя. И тяжесть, она не приходит от Бога. Это дух, который приземляет тебя, удерживает тебя от Бога. И он не пришел с неба. Ты должен проверить свое сердце сейчас. Я уговариваюсь, как пастор. Я не знаю, сколько еще буду твоим пастором, после этого проповедования таким, но я умоляю тебя, по милости Божией, будь правее свой дух, и будь осторожен от этой тяжести, которая превратит тебя в злого человека, который будешь вечно, и ты будешь всем недовольным. Кем-то, который просто наполнил вот этого яда. Будь предупрежден об этом. И когда ты начинаешь обо всем рассуждать, ты в хорошем состоянии до обмана. Сатана приходит как ангел света иногда, и ты думаешь, что эти служители Господа, и они правят тебе истину. Но на самом деле они могут быть демоны и сатана, потому что сатана... Павел говорит, что сатана превращается в ангела света. И он сможет обмануть людей. Он скажет только половину правды, и он не говорит всю истину. И это прекрасный момент. И я вижу, что происходит сейчас. Прекрасное состояние для того, чтобы обмануть нас, или отвернуть нас от истины, от нашей молитвы, вернуть в сторону от мира, который он дает, и от читания Писания, от мира, который превышает все наше поменение. И он вовлекает нас в дела этого мира и этой жизни. Это шторм, когда обман процветает. Люди не знают, во что верить, поэтому верят в человека, который звучит и говорит то, во что они верят. Вместо того, чтобы искать истину, они хотят, чтобы получить ответ на себя и поддержать тех, кто верит так же, как они. 28 лет назад я стоял прямо здесь, за этой кафедрой, и я говорил, что дни приходят, когда хомосексуальное общество, они не просто потребуют, чтобы мы приняли, но так, чтобы подтвердили мы его. И это уже происходит прямо сейчас. Вы видите, они говорят, «Ты не можешь просто быть как раньше, но ты должен встать и защищать нас». И это время пришло. Люди обмануты. И это давление для тебя сделать это увеличится. Я хочу с вами сказать, если у тебя дух тяжести, и ты стоишь слабый и не поддерживаешь истину, и ты обманутый сатаном, сатане и введен уже в темноту, ты обманутый. Ты думаешь, что правильно, неправильно, уже неправда, а неправильно правдой. И ты забыл свою веру. Потому что Павел учил, некоторые вернутся от веры, внимая духом обольстителем и доктринам дьявольским. Ты можешь тоже вовлечен в это, но ты приведешь ужасное состояние в твоей душе. Ты можешь склониться под давлением этого мира. И они вложат в тебя в то мы не верим. Люди пытаются превратить меня в какого-то проповедника то политическое движение или этого активистского движения. Я никогда это делать не буду. Я не активист. Я не политический лидер. Я скажу снова. Я не проповедник. Я проповедник Иисуса Христа. Я про Иисуса Христа и Его распятого. Я ничего не хочу знать, как только Его и Его распятого. Не приходи ко мне ожидать для того, чтобы ты взял какую-то сторону с кем-то, какой-то партий, кроме Иисуса Христа. Не приходи ко мне для того, чтобы дали... Я бы что-то говорил, что не о Христе. Вы будете расстроены. Я скажу, да, я скажу что-то. Но ты должен быть рожден свыше. Но я скажу еще что-то. Что скоро Иисус Христос придет, и я не буду загнут в угон, и мне никакого давления. Не важно, сколько остальных проповедников, проповедник, то, что нужно, или они склоняются к этому миру. Я не буду. Я проповедник праведности. Я проповедник Христа. Креста. Иисус Христос придет. Я не хочу попасть в Адаст. Я не хочу быть соблазнен в этом сознании мира. Я понимаю, как это происходит, как этот дух тяжести может появить эффект на нас. Мы только что прочитали здесь, что наша школа не будет открыть в этом году. И родители расстроены. Я говорил с этим человеком по бизнесу. Он говорит, мы не знаем, что делать. Моя жена... Мы оба должны работать. Мы должны работать. Но у нас сын, которому 11 лет, сын, который думает, что мы должны сделать. Это тяжелая проблема. Я понимаю, как дух тяжести работает на нас. Работы, которые сокращают большие индустрии, которые заказывают тысячи и тысячи работ, увольняют. У людей не остается никакого дохода. Я понимаю потери, финансовые потери. Немножко. Понимаете? Но когда тебя изолируют, когда их выгонять в угол, не ходите никуда, не общайтесь, что-то происходит внутри с человеком. Ты не можешь больше сейчас с друзьями, с семьей, не можешь иметь браков даже, свадеб. У нас люди умиляют церковь, и мы даже не можем пойти на похороны, потому что собрания лимитированы, и кажется так несправедливым. И через время у людей начинает подниматься злость. Они не знают, почему они злые. Я слышу, как люди говорят о враге. Кто враг? Если ты в битве, то должен быть какой-то враг. Кто он? На кого ты можешь показать пальцы? Ты причина вот этого, этой трудности. Писание говорит, что это позади этого, это сатана сам. Позади. Я это говорил много и много раз в последнее время. Наша битва не против плоти крови. Наша битва не плотским оружием. Все, что ты видишь своими глазами, оно начато и маневрируется духовными движениями. Сатана посади этого. Он подготавливает мир, чтобы этот антихрист пришел и был виден. Поэтому он работает убрать Бога из нашего разума. Он работает против, он приводит к всемирному управлению. И один день быстро приходит, день пришествия. Я понимаю, как вы можете... Вам нужно, вы должны понимать, кто является врагом. И ваш враг не персона, не человек, а сатана. Это духи темные. Дух антихриста. Вот кто является твоим врагом. Мир кричит. Господь, я так рад, что Сэндра... Мы перестали смотреть новости, потому что все расстраивает тебя. Я расстраиваю тебя. Мне надоело это. Настолько, что я даже потерял аппетит в какой-то момент. Но потом я понял. Я слышу тех, кто кричат. Весь мир. Все кричат, что что-то неправильно. Каждый что-то обманывает в чем-то. Обе стороны, они не говорят правду, о праведности. Ты не получишь истину от потерянных людей, которые не верят в верующие. Но они кричат и день, и ночь. Постоянно. Социальная мебель. 24-7. Они говорят о неправедности, об обмане. И наши молодые люди смотрят больше, чем они читают Писание. Они слушают о этих людях больше, чем они слушают Слово Божие. Я думаю, почему это поколение настолько потеряно. Я думаю, они повторяют все, что они читают в новостях, но они ничего из Писания не знают. Вот это состояние, в котором мы сейчас находимся. Вот ситуация, в которой мы находимся. Я правду скажу. Мы не научили наших детей читать Писание. Постоянно. Они знают, как читать новости. Исайя говорит. И Бог говорит через Исайю. Что ты поставишь, что уделит меня? Ты поставишь мне дом, но я сотворил все. Ну вот, что я смотрю. Ну вот, к чему я интересуюсь. Что меня интересует. Тот, у кого будет сломленный, и который сокрушается перед моим словом, я хочу быть еще более скромным перед тобой. Наши люди не читают Библию. Наши дети не знают Писание. Они пропадают от недостатка введения. И я не подразумеваю социальные новости. Я говорю духовное знание. Вот почему этот мир, в состоянии, в котором он находится сейчас. Весь мир кричит, а Дух Святой шепчет. И до тех пор, пока мы стоим в этом мире, мы никогда не услышим этого Господа. Потому что я кричу от всего своего сердца. Я везде это говорю. Вам надо выйти из этого мира. Из тех выйдите. И Иоанн сказал в Откровении, выйти из Вавилона, мои люди. И тогда вы услышите тихий, сладкий голос Духа Святого. Я скажу вам что-то. Я говорю моим людям, в нашей церкви. Если ты будешь сталкиваться этим миром и будешь вовлечен, ты забудешь, кем ты являешься, как христианин. Вы забыли, что ты когда-то был потерян, и на твоем пути ты жил, когда жизнь, которая была ужасной, и ввела тебя в ад до тех пор. Но Бог, который по милости Своей, милости Своей наполнен, но Бог нашел тебя через Духа Святого. И Он имел милость к тебе, к твоей душе. Пришел с неба. Тот, который был пригвожден ко Христу. И Его кровь спасла тебя, заплатила за твои грехи. И в какой-то момент ты сказал, «Господь, спаси меня!» И Он сделал. Ты забыл, кем ты являешься? И ты слушаешь больше вот эти новости этого мира, чем ты читаешь Писание? Или слушаешь Слово Иисуса? Друг, не забыть, кем ты являешься. Я тебе сейчас говорю. Если бы церковь была полна сейчас, я бы проповел то же самое. Я бы просто потел больше, но я бы проповел то же самое. Некоторые из наших людей забыли, кем мы являемся. Они забыли, для чего мы здесь. Мы не здесь для того, чтобы... Мы здесь для того, чтобы проповедовать правду Иисуса для этого общества, а не принимать их верование. Не будет праведности никогда. Никогда не будет равноправия для всех в этом мире. Это произойдет только через засуха Христа, когда Он вернется, когда Он встанет на Своем троне, и будет правед над Иерусалимом. Там будет праведность. Ты можешь верить в это, но ты можешь проповедовать другим и сказать, как они могут получить свободную, рассказать им, кто Он есть, какое имя, Его имя, Иисус. И для того, чтобы пойти с ними и позволить им, ты должен быть светом для них. Будь светом в этом темном мире. Мы говорим, что никогда не станет лучше. Можно спрошу вас, стало ли хоть немного лучше? Нет. Будет оно лучше? Нет. Это просто будет гнить до того, пока пришествие не придет. И когда Бог придет с огнем и отомстит всех, кто разваливал Его людей. Особенно, если ты принадлежишь к нашей церкви. Подумай о себе. Встряхнись. Ты должен снова вспомнить, кем ты являешься. Пожалуйста, заметь, что ты не сможешь. Ты не можешь себя нагрузить заботами этого мира или этой жизни. И не встревайте в дела этого мира, иначе вы получите дух тяжести этого мира. Когда этот дух пытается напасть на меня тяжести, самое большое, что я могу сделать, я поднимаю руки и начинаю прославлять Бога. Из-за того, что всего из своего сердца и оно отходит от тебя за секунду. Плохое мысль или плохое слово или плохая новость. Оно вдруг приходит к тебе, но ты сразу же должен быть готов поднять свои руки и начать прославлять Бога. и прославлять его, иначе этот дух тяжести придет на тебя. Я начал проповедь о том, что Господь придет. Да, Он придет. Я больше, чем убежден, больше убежден, что времена сокращаются, и оно приходит к заключению. Конец всего скоро придет. Я знаю, что некоторые тогда скажут, а, слушай, проповедник, люди это говорят, давно-давно. Да. Но ты только что исполнил. Писание, как ты это сказал, потому что Петр еще сказал, что в последнее время, что обманщики придут и будут говорить, где же обетование Его пришествия. Потому что с самого наших отец все продолжается и никогда не пришло, как было от начала творения. Знаете, что обманщики говорили? А, они это говорили. Сколько я живу. Они всегда говорили и говорили. Проповедник, то же самое. Иисус придет. Иисус придет. Но Он еще не пришел. На проповедь. Было таким путем с самого начала. А, это точно. Ты исполняешь Писание. Иисус сказал, когда не ожидаете, то Сын Господний придет. Я хочу знать, а вы готовы? А, кто такой? Спрашивай мне, я готов. Готовы ли ты или нет? Кто такой, что меня спрашивает? Я твой пастор. Я переживаю о тебе. Я встал утром и думал о тебе уже. Ты в моем сердце. Я как Павел, который сказал на группе. Я боюсь, что искуситель искусил вас. И вся наша работа как бы бесполезна. Иногда я так чувствую. Я боюсь, что этот мир и это искушение и сатана привел тебя в ситуацию, когда ты забыл о молитве и стремлении и прощении и хождении в духе и нашлаждении в духе, в мире, который превышает. А ты стоишь в страхе, и все это, духовный рост стал пропадать, потому что оно не поливалось водой. И потому что солнце его любви было закрыто этим миром. Я молюсь за тебя сейчас. Я может выгляжу как бы сердит, но я нет. Я искренне говорю. Вот это слово Господа для вас. Становитесь снова на ваших коленях. Прямо сейчас. Если вы потерялись, скорее всего, он спас вас. Если у вас дух тяжести, попросите, чтобы он снял его. И держите свои глаза, смотрите на Иисуса, и стойте на его слове. И живите на ваших коленях, потому что раньше, чем вы думаете, та труба прозвучит. И у кого есть уши, да слышат. И которые слышат, то они будут вознесены на встречу с Иисусом. Before, как сегодня началось, и когда техники пришли, и пастора пришли, я сказал им, и я это сказал от всего сердца. Иди сюда, супруга. Я люблю ее. Она была любовь всей моей жизни. За 50 лет мы уже. 50 лет. Но если у меня был бы шанс идти и пойти на небо, я сразу бы ушел. Я знаю, что ты плакала бы. Я бы ни за что не решил. У меня-то вот внук, я люблю своих внуков, но я ни за что бы не остался на земле. Я хочу видеть Иисуса. Я хочу видеть того, который умер за меня, который просил мои грехи и взял на крест. Я хочу видеть его. Я вижу тебя на небе. Я хочу видеть моих внуков там, на небе. Я хочу видеть нашу церковь всех там, на небе. Я хочу. Вот почему я проповедую, так как я проповедую. Один путь только, как ты можешь встать в свое утро в это усилие. и я знаю, что мой искупитель жив. И я знаю, в кого я переливаю. И тебе надо брать весь грех в своей жизни. Люби свое небо. И люби своих врагов. И живи в описании. Не оставляй меня еще. Я просто проповедую. В один день, о чем мы много говорим. В один день. у нас же больше не будет никаких семейных обедов вместе. В один день. Я не скажу, я люблю тебя, Господи, спокойной ночи. В один день. Не скажем, доброе утро. В один день мы восстанем во славе. И мы будем говорить, Иисус, и мы упадем перед двумя ногами. И будем плакать у Его ног. И Он поднимет нас и обнимет нас, потому что Он хочет видеть нас больше, чем мы хотим увидеть. Вот это моя молитва за Тебя. Давайте снова помните, Господь, я молюсь за тех людей. Господь, не дай дух тяжести напасть на них. Не дай чтобы они были обмануты. И не позволим быть в этом искушении, и чтобы они не остались потерянцы. Дай, чтобы они склонились под твоим Христом. И под Его крестом спаси их. Дай, чтобы они помолились и пошли в спасение. И освободи их от этого мира. И чтобы они все вместе могли сказать, со всеми нами, пригреди, Иисус. Иисус, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно перед Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь. Если Иисус не придет, то увижу вас в следующий раз. До свидания.